Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова после выходных, надеюсь, что их вы провели хорошо, смогли собраться с новыми трейдерскими силами. Возвращаемся после них и присоединяемся к старым добрым инвестиционным идеям, точнее даже продолжаем делать на них акцент, уже отталкиваясь от обновленного новостного фона. Впереди у нас не то, чтобы с точки зрения содержания экономического календаря интересная будет пятидневка, но все-таки вы прекрасно видите то, что последние недели у нас зачастую также не характеризовались какими-то важными событиями, однако рынок показывает чудеса волатильности. Каждая волатильность – это безграничные возможности. Хотелось бы, конечно же, чтобы преимущественно эта волатильность была направлена все-таки в ту сторону, которая предполагает рост доллара и ослабление рисковых инструментов, потому что именно такой подход является основой наших инвестиционных идей. Напоминаю, что сегодня в 16.30 по московскому времени состоится очередной вебинар «Правильный понедельник», где мы снова пробежимся по основным макроэкономическим отчетам прошлой недели. Еще раз посмотрим за динамикой основных валютных активов, реакции, опять же, на эти события. Коснемся событий и отчетов, на которые нужно обратить внимание в ходе этой пятидневки. Ну и традиционно заключительным слайдом наши ориентиры по наиболее ликвидным валютным парам. Соответственно, еще раз напоминаю, вебинар пройдет в 16.30 по московскому времени, не совсем обычное время. Традиционно мы проводили в 15.30, но, как я уже сказал, в последнее время мы очень, скажем, охотно идем на эксперименты, сдвигаем время, чтобы, скажем, адаптироваться под аудиторию и все-таки создать те условия, которые позволят всем заинтересованным присутствовать, опять же, на этом вебинарии, учитывая то, что зачастую рабочий, скажем, график не позволяет это делать. Посмотрим сегодня, как будет с посещениями. Если будут какие-то вопросы, либо пожелания того, что лучше двигать дальше, я не против. Будем переносить тогда и по возможности проводить его еще позже. Сегодня 16.30, сценарий понятен, а теперь давайте посмотрим на то, что у нас впереди сегодня и как мы, собственно, закрыли торговую сессию пятницы, что же интересного было тогда. Хотя, честно говоря, с пятницы была очень интересная, потому что у нас на повестке мыл отчет по состоянию американского рынка труда Non-Farm Perils, который очень серьезно сказался на динамике многих активов. Начнем мы традиционно с нефти. Посмотрим на то, что происходит с этим активом сейчас. В целом мы видим то, что рынок продолжает метаться между ожиданиями того, что вот-вот должно состояться заседание между ОПЕК и представителями России, где, возможно, выработают позицию какое-то солидарное совместное решение, которое будет направлено на стабилизацию цен на энергоносители. Появляются слухи, спекуляции о том, что это заседание неизбежно, потом рынок все-таки, не участники рынка пересматривают эти ожидания, понимают то, что все-таки оснований предпосылок серьезных для этого пока нет, и мы видим снова разворот от бычьего интереса к нефти, к распродажам этого актива. Сейчас, по сути, скорее всего, до каких-то дополнительных фактов и подтверждений пройдет ли эта встреча или нет, мы будем наблюдать эти качели, но все-таки вы прекрасно понимаете то, что если закрыть глаза на эту спекуляцию, точнее, на спекуляцию по факту этого новостного фона, Brent, в принципе, уже доказал, что он остается аутсайдером, и та статистика, которую мы анализируем в последнее время, она только подтверждает нашу идею, предполагающую возможность все-таки продажи Brent и WTI, но в частности по Brent, мы по-прежнему ждем уровень ниже 30 долларов за баррель. Что поддерживало нефть по итогам прошлой недели, даже конца прошлой недели? Это заявление министра иностранных дел России Лаврова о том, что Россия, помимо того, что продолжает лоббировать идею возможности вот этой встречи, еще не против сократить объем производства нефти процентов на 5. Наверное, такие слова со стороны Лаврова были, по сути, бальзамом на душу для представителей ОПЕК, потому что, если вы помните, в начале 2015 года, когда мы активно начали обсуждать тему возможной такой кулуарной деятельности ближневосточного картеля, их основной позиционной цели сохранить, даже не сохранить собственную долю, а возможную ее расширить, они предусматривали такой сценарий, точнее ориентировались на него как на наиболее благоприятный, это возможность сокращения производства нефти в России, как раз стоя процентов на 5, что позволило бы им нарастить объемы производства собственного и задействовать все свободные производственные мощности. Все карты сейчас сходятся, особенно после таких комментариев Лаврова, но посмотрим, что будет на самом деле. Я еще раз отмечаю, что сокращение объема производства в России, наверное, будет очень страшной ошибкой, которую ни в коем случае сейчас не нужно допускать, особенно после такой позиции Саудовской Аравии. Напоминаю то, что Саудовская Аравия сейчас является ключевым производителем объема выработки, просто колоссальный, и эти объемы производства постоянно растут, а в принципе это характерно для всего ближневосточного картеля. Плюс ко всему, на прошлой неделе, не помню точно, либо в четверг, либо в пятницу, скорее даже, наверное, ближе к пятнице, Саудовская Аравия в очередной раз снизила тарифы на поставки энергоресурсов для своих стратегических партнеров в Европе и Азии. Для чего это делается? Для того, чтобы создать условия на рынке, когда покупатели, в принципе, не будут рассматривать возможность сотрудничества ни с каким другим производителем, кроме как Саудовской Аравии. И те условия, которые они сейчас предлагают, действительно являются самыми выгодными при любом раскладе. Особенно сейчас эта конкурентная ценовая война обостряется после того, как санкции были сняты с Ирана, и Иран готовится также увеличить объемы производства. В общем, я все подвожу к тому, что у нас одна ключевая идея, которая тянется из месяца в месяц, это идея колоссального предложения, которое присутствует на рынке, и только осознание этого должно быть сигналом того, что бренду сейчас просто не на чем базировать свой потенциальный рост. Краткосрочно, да, это спекуляции, ожидания мы видим, это настроения, которые сказываются в динамике этого актива. Но вслед за активным ростом, допускаю, то, что такое мы наблюдаем, особенно учитывая то, что бренд буквально за несколько недель смог подняться с уровня ниже 30 долларов за баррель и добраться до 35. Если обратить внимание на процентную стоимость эквивалента, это прирост больше 20-25%. Но коррекция может быть такой же значительной, потому что как только участники рынка поймут, что дно по этому активу еще не достигнуто и ему не начнет расти, мы увидим затяжное ослабление, которое может стать причиной обновления локальных минимальных уровней. Вы должны к этому быть готовы, ну и, разумеется, в связи с этим не нужно допускать и совершать ошибок, которые предполагают возможность длинной сделки, когда они совершенно не обоснованы. Российская валюта против доллара 76.96, сейчас актуальные локировки. Видим, мы полномерный рубль все-таки тяготеет к сопротивлению 80 рублей против доллара. Я думаю, что этот уровень является сейчас обоснованным и, наверное, экономически более-менее сейчас эффективным, если можно так сказать, для российской экономики, потому что факт ослабления нефти, но по определению должен, конечно же, девальвировать курс национальной валюты, потому что только так можно полагать и надеяться хоть на какие-то оптимальные параметры достаточности для российского федерального бюджета. Каких проблемах сейчас, какие проблемы характеризует это направление российской экономики, вы знаете. Мы на этом вопросе уже неоднократно останавливаемся. Сегодня из-за актуального новостного фона и интересных отчетов стоит отметить данные по инфляции. Соответственно, о том, какой будет показатель, мы поговорим с вами уже в ходе завтрашнего брифинга, но в целом вы должны понимать, что как этот отчет рос на протяжении последних многих недель, так, в принципе, ситуация и динамика не меняется и сейчас. Индекс потребительских цен находится под растущим таким давлением, поскольку девальвация национальной валюты логически разгоняет этот показатель. И, соответственно, в качестве негатива мы знаем то, что при росте цен это сказывается на потребительской активности, но и, разумеется, позволяет нам снова возводить, скажем, налим ту идею, которая предполагает страшное рецессионное состояние российской экономики. Поэтому ни о каком восстановлении, тем более долгосрочном рубля, сейчас речи и быть не может. Процентов 85 того, что рубль очень быстро снова наверстает прежние, опять же, провалы и вернется в район того сопротивления, на котором, на мой взгляд, он сейчас должен находиться, а может быть, даже еще выше. Это 80 против доллара. Далее идем. Европейская валюта против американского конкурента. Мы видели то, что в пятницу евро попало под давление, и та коррекция, которая произошла, является абсолютно обоснованной и также экономически оправданной. Причин несколько. Во-первых, после того затяжного ралли, которое мы наблюдали большую часть конца прошлой недели, европейская валюта набрала очень много пунктов. Трейдерам была подарена локально беспрецедентная возможность того, чтобы использовать это длинное бычье ралли, чтобы занять длинные позиции и, разумеется, получить достаточный профит. Поэтому те, кто смог это сделать, я думаю, что таких немного, но такие все-таки есть. Предпочли просто зафиксировать результат этих затяжных лангов в рамках недели и достаточный профит. И как только это произошло, как только на рынке стало распространяться такое явление, как фиксация длинных сделок, вы знаете, что это обычно провоцирует локальный технический откат. Второй фактор – давление на позиции европейской валюты. Это слабая статистика. В частности, производственные заказы Германии, которые были опубликованы в конце прошлой недели, отчет крайне негативный. Минус 0,7% с прошлого 1,5%. Это в месячном эквиваленте. Годовой – минус 2,7% против прошлого 2,1%. Здесь контраст прослеживается самым лучшим образом. И глядя на такой отчет по производственным заказам, я хочу, чтобы мы практически уже не сомневались в том, что из-за слабости ведущего сектора, ведущей экономики валютного блока, мы, скорее всего, будем наблюдать очень слабые показатели по темпам экономического восстановления, потому что иначе и быть не может. И, кстати, эти отчеты у нас на повестке этой недели ВВП Германии и Еврозоны. Поэтому, в принципе, можно уже готовиться к тому, что этот отчет не оправдает ожидания аналитиков и может стать причиной дополнительного давления на европейскую валюту, потому что в случае еще одного серьезного фундаментального плохого сигнала со стороны национального рынка мы снова будем спекулировать на теме возможностей и, наверное, неизбежности решения программы количественного смягчения, ну, либо каких-то дополнительных стимулов, возможно, даже через снижение процентной ставки, хотя снижение процентной ставки, наверное, это даже более вероятный шаг, на который может пойти ЕЦБ по итогам мартовского заседания. Ну и третий, конечно же, фактор давления на евро – это выход данных по американскому рынку труда. В частности, этот отчет можно было разделить на три подотчета. Это число новых рабочих мест внесящего хозяйственного сектора, раз, потом уровень безработицы, два. Ну и, конечно же, третий отчет, на который я рекомендовал обратить большее внимание – это данные по росту заработных плат. По факту вы знаете то, что число новых рабочих мест – 151 тысяча против прогноза 190 тысяча. Вроде бы как несомненный негатив, но ситуацию полностью исправили и, напротив, даже создали дополнительную возможность для покупки американца. Это отчеты по уровню безработицы 4,9%. Чтобы вы понимали, это минимальное значение с 2007 года. Это лучше даже цели, которая была поставлена в Федрезерву в 2008 году, когда безработица была 10%, и у них ориентир был 5%. И после даже последних Non-Farm Perils я уже предлагал готовиться к тому, что вот этот тренд улучшения, он продолжится, и он непременно долгосрочный, даже среднесрочный, но не может не сказаться на росте доллара. И еще больший прогресс – это динамика заработных плат, потому что здесь годовой прирост 2,5%, что касается месячного – 0,5%. Серьезный скачок, который готовит нас к тому, что параллельно будут расти расходы, роничные продажи, потребительская активность, а это все, вы знаете, выводит нас на более стоящие показатели по инфляции. И если мы получим подтверждение все-таки роста индексопотребительских цен, тогда прежняя мягкая риторика снова уступит дорогу жестким комментариям со стороны ФРС, которые будут направлены на все-таки возможности нескольких повышений процентной ставки до конца 2016 года. Это неизбежно вернет нас в длинные идеи по доллару против всех основных конкурентов. И к этому моменту важно, чтобы рынок, еще раз я повторяю, и не устаю повторять, не убедил вас в обратном, потому что ошибка может быть очень, скажем, чревата неприятным и серьезным минусом по отсчету. Нужно ждать, искать хорошую возможность для покупки доллара и искать поддержку и возможное объяснение этого подхода, конечно же, в статистике, фундаментальных отсчетах и в комментариях ФРС. Но на это мы обращаем максимум внимания и, по сути, ничего не упускаем. Спасибо пятничному отсчету Non-Farm Parals. Получили мы то, что хотели в плане сигнала того, что инфляция может подрасти, а значит, и ФРС может снова подарить нам возможность фундаментального характера для роста доллара. Вернемся к европейскому валютам-активам. Все располагает к тому, присутствуют на рынке достаточные предпосылки, чтобы прям немедленно продавать главный валютный риск и быть абсолютно уверенным в том, что профит также будет неизбежен. Но все-таки я хочу сказать, что сейчас кидаться в омут с головой на вот эти тотальные распродажи евро может быть не совсем верным, потому что неправильное решение может быть очаровато, опять же, неправильным позиционированием локального характера. Мы непременно будем продавать евро, но как только мы поймем, что на рынке уже не присутствуют маркетмейкеры и на рынке рыночные настроения не станут для причины очередного спроса на европейскую валюту из-за ее традиционного классического статуса валюты фондирования и финансирования. Поэтому, если хочется рискнуть, ну, конечно же, вы можете это сделать, но я допускаю возможность даже продолжения локального восстановления главного валютного риска. Что касается продаж, у нас, вы знаете, есть отложенный ордил селл-стопа с отметки 1.10. Вот пусть он на этом уровне. Остается вернемся мы к распродажам средне-долгосрочного характера только тогда, когда евро снова просядет ниже этого уровня поддержки, которое, разумеется, в случае просадки станет уже сопротивлением. Вот тогда продолжим мы дальше катиться вниз, тем более, что и мартовское заседание уже будет ближе. Я думаю, что мы получим еще несколько сигналов, которые позволят нам настраиваться на соответствующий исход, опять же, выступление Драги, которое также пройдет в марте, но и настраиваться на то, что все-таки ЭЦБ не откажет нам удовольствия и анонсирует хоть какой-нибудь шаг по экономическому стимулированию. Поэтому идея остается у нас прежняя. Сегодня из отчетов, чтобы далеко от евро не отходить, коснемся только промышленного производства в 10.00 по московскому времени, вот буквально через 45 минут. Это отчет по Германии. Думаю, что после производственных заказов, которые мы получили на прошлой неделе, будет крайне, конечно же, интересно наблюдать позитивную динамику. Скорее всего, этого не будет. А значит, евро может получить еще один такой локальный пинок, чтобы немного просесть. А как там будет дальше, покажет, конечно же, время. Далее идем. Фунт против доллара. По итогам прошлой торговой сессии, то есть в пятнице, фунт также был в числе аутсайдеров, потерял достаточно много. Локальные потери около 90. На пунктах важных отчетов в рамках торговой сессии пятницы британского происхождения опубликовано не было, поэтому те, кто спекулировал, опять же, на фунте, продолжили следить за американской статистикой, американским рынком от труда. Ожидания были, сразу скажу, положительные, позитивные, потому что до этого у нас вышла очень хорошая цифра PDP, и, разумеется, логично, она позволила трейдерам настраиваться на такой же хороший отчет уже и официального уровня. Данные вышли, хорошие, как я уже сказал, это оказало поддержку доллара, рисковые инструменты вынуждены были отступать. На этой неделе у нас будет возможность проследить состояние торгового баланса Англии, но прежде всего мы обратим внимание на данные по экспорту, которые в последние месяцы демонстрируют исключительно негативный тренд, и, если вы помните, именно от этого показателя мы отталкивались, объясняя идею того, что фунт является очень дорогой валютой. И, соответственно, чтобы исправить ситуацию, нужно национальным монетарным властям предпринять все возможные, чтобы локально также его ослабить. Ну, особенно, если параллельно мы бы наблюдали ослабление и главного валютного риска, то есть европейской валюты. Если экспорты данные снова будут хуже прошлой оценки, значит, неизбежно фунту придется снова сдавать. И я думаю, что, опять же, негативные цифры сначала по экспорту, а потом позже и по темпам экономического расширения только подтвердят снова последние комментарии монетарного руководства, когда на прошлой неделе, вы знаете, Банк Англии снизил как прогнозы экономического роста на этот год, так и на 2017 год. Инфляционный отчет также показал, что 2% – это фантастическое значение, которого достигнуть ранее 2017 года не удастся. Может быть, даже потребуется больше времени. И это все откладывает, опять же, решение Банка Англии по повышению процентной ставки и, разумеется, лишает фунт долгосрочного фактора поддержки. Если такого нет, значит, мы этот актив распродаем. У нас была идея по фунту против доллара. Селл Стопс – значение 1.44.90, Тейк Профит – 1.43, Стопос – 1.45.50. Мы уже в рынке ждем, соответственно, ослабления фунта против доллара и достижения нашего профитного ориентира. Доллар Японская иена. Как я уже сказал, у нас был соответствующий фундамент в пятницу. Он стал возможностью, которую использовали покупатели американца. Это иена против доллара потеряла. В принципе, восходящий ралли продолжается и сейчас. Доллар растет против иены. Актуальные котировки на текущий момент – 117.40. У нас по-прежнему ордер на готове. Это покупки с значением 120. Ну и профитный ориентир, вы знаете, 125. Стопос снова нужно будет поставить в район 118.50. Полагаю то, что данные по росту заработных плат, как я уже отметил, могут в перспективе привести к разгону индекса потребительских цен. Нам теперь нужно очень внимательно следить за комментариями монетарного руководства, потому что полагаю, что жесткий потек все-таки будет более вероятным. И что самое важное, вслед за публикацией хороших данных по американскому рынку труда, я считаю то, что они хорошие, потому что снижение уровня безработицы и рост заработных плат слегкой перекрыло, опять же, недостаточное число новых рабочих мест. И это стало причиной снова роста доходности американских трежерис. Хотелось бы, конечно же, чтобы этот тренд продолжился, потому что только вслед за ростом американских облигаций мы будем наблюдать соответствующие ралли и доллара. Считаю то, что японская валюта за последнее время получила много возможностей для укрепления, ну и, признаю, конечно же, неплохо их использовала, но больше потенциала для дальнейшего роста этого актива нет. Все-таки нужно знать меру, нужно уступать дорогу более серьезному конкуренту, доллару которого, к тому же, есть для этого, для того, чтобы подрасти и составить такую восходящую конкуренцию, я не достаточно оснований. Мы продолжим следить за статистикой, разумеется, буду держать вас в курсе всего происходящего. Что касается других валютных пар, USDCAD, с вашего позволения, еще давайте обратим внимание и на эту, этот дуэт валютных активов, потому что канадец у нас также интересный актив, особенно в свете пятничных данных по состоянию канадского рынка труда. Вышли они в то же время, что и non-farm payrolls, уровень безработицы. Здесь у нас 7,2%, 7,1% видим то, что безработицы, к сожалению, продолжают расти. Число занятых минус 5,7 тысяч, то есть безработных стало больше. Прогноз о сокращении числа безработных на 5,5 тысяч. То есть контраст здесь также очевиден. Но я думаю, что, как мы и предполагали, из-за последней просадки промышленного сектора, да и слабых данных в сфере услуга, наверное, не было оснований, чтобы создавать новые рабочие места. Поэтому этот отчет вполне логичен. Канадцу, конечно же, если хочется сейчас укрепиться и оказаться ниже тех значений, на которых он торгуется сейчас, с актуальной отчетовки 1,38,74, нужно искать поддержку только в росте нефти. Но я думаю, что и здесь мы уже находимся на даже необоснованных пиках. С большей вероятностью пойдет снижение. И вслед за этим уже все карты сложатся в пользу того, что канадец у нас станет авутсадером. Я предлагал вам покупать с минимальных уровней эту пару, потому что ближайшим ориентиром у нас является 1,40, но я вообще даже метил бы уже в район 1,45, потому что неизбежно эта пара туда доберется. USDC, также актуальные отчетовки 0,99,36. Здесь после пятничных данных по Non-Farm Perils я предлагаю увеличивать спекуляцию, касающуюся силы американской валюты. И не забывайте о том, что у нас есть еще поддержка со стороны Национального банка Швейцарии, которая создает возможности для роста пары USDC. Эта поддержка касается возможностей валютных интервенций. Мы их, собственно, продолжаем ожидать. Я предложил вам несколько айдей. Это незамедлительная покупка, в частности с ориентиром 1,03, может быть, даже еще выше, либо BuyStop с уровнем 1,02, TakeProfit 1,05, StopRoss 1,01. Используйте этот новостной фон как вам угодно, но я считаю то, что покупки, даже с текущих отметок, они могут обеспечить вас большим потенциалом профита. Потому что оснований для того, чтобы сейчас доллар стал активно терять, а, соответственно, франк набирать, нет. Тем более, что эта неделя у нас лунный, Новый год в Китае, значит, мы не ждем какого-то негатива со стороны Поднебесной. Если не будет негатива со стороны Поднебесной, значит, и провокатора, который вернул бы трейдеров в расположение защитных активов, также пока на рынке не будет. Поэтому давайте воспользуемся этим и попробуем даже нашими усилиями подтянуть позиции американца. Из важных отчетов, как я уже отметил, сегодня понедельник, день спокойный, ну, будем так надеяться, а с точки зрения календаря в 10.00 промпроизводства ориентируемся на слабый отчет. И хочу предложить вам очередной бонус. Сегодня его величина 14%. Что касается кодового слова, это доллар. Не забывайте о том, что бонус действует на пополнение от 300 долларов и срок его, скажем, годности до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Поэтому большое спасибо за внимание. В 16.30 я жду вас всех на вебинаре. Будет о чем поговорить. Хорошей торговой сессии. Если есть вопросы, вы можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать форум о маркетинге. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok